Анастасия Андрюшина Анастасия богата событиями, которые заслуживают вашего внимания. Не пропустите! Зима — это время чудес, сказок, любви, тепла и новых ожиданий. Давайте вместе поверим чудеса, ведь скоро Новый год. А в этом нам поможет студенческое творческое общество, которое подготовило новогоднее шоу. Оно состоится уже 19 декабря. Во сколько, куда приходить, вам расскажет Аида Грязинева. Привет, Клихановец! На связи студенческое творческое общество. Совсем скоро наступит новогоднее чудо, и пора проникаться этой атмосферой. Сказка намного ближе, чем вы думаете. Не верите, а мы покажем. Приглашаем на новогоднее шоу творческих коллективов, где вы узнаете тайну сказочных героев и на что они способны ради нас, студентов, которые перестали верить в сказку. Ждем вас 19 декабря в 19.00 ДК Конгресс-центр. И помните, что сказка рядом. Напоминаю, что ход будет осуществляться по студенческим билетам и флайерам, которые вы сможете найти в студенческом совете. Пользуясь случаем, хотел запоздравить каждого из вас с наступающим Новым годом. Пусть все желания, которые вы загадаете в новогоднюю ночь, непременно исполнятся. А радость, счастье и атмосфера чуда сохраните надолго, согревая вас в минуты печали. Тысячи слов мы произносим каждый день. Мы свободно высказываем свое мнение, суждение, однако порой не задумываемся о том, какой эффект оказывает слово на человека, положительный или отрицательный. Слово имеет огромную силу. Антон Павлович Чехов писал, «Одно доброе слово может согревать три зимних месяца». И это действительно так. 21 декабря клуб любителей поэзии постарается согреть вас не только теплым чаем, но и словами о добром и прекрасном. Подробнее о событии вам расскажет руководитель литературного объединения Николай Пищулин. Литература – давно вымерший, окаменевший предок современных видов творчества. Старая, элитарная, скучная. И для нее нет места нигде, кроме как в прошлом. Некоторые действительно так считают. Но для нас поэзия – это огонь, который горит самым искренним пламенем, который мы аккуратно оберегаем от чужих глаз, от дождей и от ветров. Некоторые убежденно считают, что единственный способ сохранить поэзию внутри себя – это уменьшить ее огонь до огня крошечной комфорки и говорить о важном лишь полголоса. Но куда это годится? Литературное объединение устраивает встречу предновогодней поэзии 21 декабря 19.00 в библиотеке. И мы зажжем огонь поэзии предновогодним настроением. Тех, кого мы не сможем поздравить лично на нашей встрече 21 декабря, Литературное объединение поздравляет с наступающими праздниками и желает в новом году всего самого лучшего. Развивайте, становитесь лучше, делайте мир вокруг себя лучше. И главное, чтобы у вас всегда была возможность провести хороший вечер с чашкой горячего чая в компании любимой книги или хорошего фильма. С наступающим Новым Годом! Волонтерский центр Реума Неплеханова – это крупнейший волонтерский центр России. Они оказывают помощь не только на университетских мероприятиях, но и на всероссийских. Хотите стать частью дружной команды, принимать участие в крутых мероприятиях и удостоиться звания «Волонтер года»? Тогда слушайте внимательно директора волонтерского центра Максима Харитонова. Всем привет! 19 декабря 2019 года пройдет ежегодное мероприятие «Волонтер года». Мероприятие для лучших волонтеров нашего университета. К сожалению, мероприятия закрыты, но уже в следующем году ты можешь стать участником и частью волонтерского центра. Только за этот год наши волонтеры принимали участие во множестве мероприятий, как региональных, так и всероссийских. Чемпионат мира по футболу три раза принимали участие в мероприятиях с участием президента Российской Федерации, ездили на волонтерские обмены, побывали в Анапе. Очень, очень много возможностей. Мы всегда ждем тебя в нашем волонтерском центре, и уже в следующем году ты будешь с нами. Я очень рад поздравить вас всех с наступающим в 2019 году. Я уверен, что с каждым годом добрых дел на земле становится больше. Мы будем принимать участие в более масштабных и в более крупных, хотя куда уже крупнее мероприятиях. С Новым годом! Если вы хотите провести зимний вечер в теплой атмосфере, общаясь с интеллектуальными людьми, отвечая на увлекательные вопросы и наслаждаясь музыкальной и чайной паузами, то как это сделать вам расскажет Дмитрий Локтиков. Дима, тебе слово. Привет, Плехановец! Хочешь ощутить яркую атмосферу интеллектуального клуба, насладиться динамичной игрой, красивыми вопросами, музыкальной и чайной паузами, познакомиться с приглашенными знатоками из телеклуба «Что, где, когда?» Тогда мы приглашаем тебя 21 декабря на финальную игру зимней серии элитарного клуба «Рео» имени Плеханова «По что, где, когда?» Тебя переполняют замысловатые вопросы, которые ты хочешь задать нашим знатокам? Тогда присылай их к нам на почту, сыграй против знатоков и получи возможность стать автором лучшего вопроса. Если ты хочешь разобраться, что, где и когда, то приглашенные знатоки из телеклуба с радостью помогут тебе разобраться в этом. Следи за новостями в нашей группе ВКонтакте, мы ждем тебя на играх. Не стоит забывать, что впереди нас ждет один из самых добрых, самых долгожданных и самых волшебных праздников. Поэтому я хотел бы пожелать всем студентам «Рео» имени Плеханова отлично провести новогодние каникулы, поиграть в снежки, сходить на каток и зарядиться энергией, чтобы с легкостью пройти зимнюю сессию и двинуться к новым вершинам. С вами была Анастасия Андрушина. До новых встреч на Плеханов ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова